Я продолжаю историю про «Белую розу» и то, что студенты-медики разбрасывали листовки, писали надписи антифашистские в 43-м году в Мюнхене, в 42-43-м году. Их судил за это судья Роланд Фрейслер, который был, скажем так, личным другом Гитлера, которого Гитлер обожал и называл «мой Вышинский». Если кто-то знает, кто такой Вышинский, значит, это прокурор в период Сталина, который вынес огромную массу приговоров смертных, значит, разным врагам народа в СССР, значит, таким был очень агрессивным, очень жестким человеком. Вот у Гитлера был свой Вышинский, вот этот вот Роланд Фрейслер. Чем он интересен? Почему меня так заинтересовала его личность? Дело в том, что Роланд во время Первой мировой войны был призван в немецкую армию и воевал на русском фронте, попал в плен. Ну и если, как бы, кто знает историю, в 1917 году Россия вышла из войны Первой мировой, и в России совершилась революция, и большевики пришли к власти. То есть, будущие люди, создавшие коммунистическую партию, создавшие СССР, они пришли к власти, захватили власть. И вот этот вот будущий судья Гитлера, личный судья Гитлера, значит, он встал на сторону большевиков, находясь в плену, он стал большевиком. Он участвовал в продотрядах, значит, вывозил хлеб из русской деревни в Петербург на прокорм большевикам. Потом он, значит, уехал в Германию, вступил в нацистскую партию и дальше пошел расти по карьерной лестнице, стал судьей. И почему Гитлер так к нему положительно относился? Потому что Роланд был одним из самых таких, скажем так, жестких судей. Почти все судебные приговоры, которые он наносил, были смертные. То есть, он приговаривал врагов режима к смертной казе, гильотинированию, повешению и тому подобное. Ни за что получил большую любовь фюрера к нему. То есть, вот такая вот судьба человека. Ну, чем он закончил, конечно, это очень тоже интересный факт. Во время одной из бомбежек в 1944 году на его дом, где он находился, упала бомба. Он погиб по документам, его раздавило балкой. И так как тогда сложности были всякие, война есть война, его захоронили прямо в могиле его дяди и тети, ничего не написав. Но когда закончилась война, так родственники не решились ничего писать на этой могиле. Сейчас в Берлине найти можно могилу дяди и тети Роланда Фреслера. На ней написаны только имена дяди и тети, а фамилии судьи этого нет. То есть, он так и захоронен безымянно. Вот такая вот история человека, который так умел обслуживать режим, с легкостью выносил решение врагам режима, который закончил в безымянной могиле, по сути. Вот такая вот небольшая история продолжения про Белую Розу. Как тебе возможность иметь личного судью, Даша? Хотела бы ты себе такую привилегию? Нет-нет, спасибо. Я и без личного судьи прекрасно справляюсь. Не то, чтобы я сама, но как-то и без него мне хорошо. На самом деле, я сижу и думаю. Вот тут, значит, разохранение безымянное. Какое-то изменение-то все-таки произошло. Я думаю, это позитивная история или негативная. Какое изменение произошло? У кого произошло изменение? Ну, видишь, человек, который выносил... В жизни судей, да, произошло изменение. Выносил обвинение, которое приговаривал к смертной казни. В общем-то, кажется, был достаточно справедливо наказан. Ну, он умер от бомбы, попавшись. Тут вопрос не в наказании. Тут вопрос в не наказании. Здесь вопрос в другом. Человек... Есть отношение общества. Вот общество говорит, о, правильно, карайте этих врагов режима. Потом происходит катастрофа национальная. И общество вспоминает этого человека, боится даже вспоминать этого человека. Потому что это страшно. Человек, обслуживающий режим, ну, это жуткая жизнь, это жуткая история. Ну, как же ты? Даже родственники говорят, ну, блин, лучше не вспоминать. Кто-то потом будет рассказывать, а вот у меня дядя то, а у меня дядя то. Даже, ну, скажем так, там, служил в вербахте. А этого человека даже просто боятся вспоминать. Уж больно рьяно он отслуживал режим. Потому что будущее, оно же ведь нам неизвестно. И как это вот... Просто самая главная перемена заключается в том, что попытаться остаться человеком так, чтобы в будущие поколения хотя бы, ну, хоть упоминали тебя. А не боялись упоминать тебя. В этом, пожалуй, самое главное изменение. Заглядывать в это будущее, понимать, что оно очень изменчиво. И оно не будет держаться на том уровне. Потому что мы считаем, что сегодняшний день – это вечность. Да не в вечности. Это все изменчиво. Поэтому это катастрофа с осознанием и принятием человека. Для меня это вот именно так. Да, действительно интересно, что он ведь действовал по так называемому запросу общества. Это общество якобы от него требовало жестких действий, защиты интересов страны. Он просто выполнял свою работу. Он просто делал свою работу, да. И очень-очень жаль, что нынешние защитники интересов общества, страны, патриотизма не знают эту историю. Спасибо большое, Игорь. Я не знаю, есть ли у нас вопрос... Они не мучаются сомнениями. Они ведь не мучаются сомнениями. Это самое страшное. Они не мучаются. Вот это вот, пожалуй, самодельный человек должен мучиться. Вот это интересно. Почему они не мучаются сомнениями? Почему каждый раз... Это ведь история идет по кругу. Этих историй уже просто сон. Каждый раз происходит одно и то же. Повторяется из раза в раз. И никто почему-то не хочет учиться этим урокам истории. Очень надеюсь, что нас будут смотреть люди и эту историю учить. Да, Игорь Валентинович, я задам вопрос, который был вчера в комментариях под нашим эфиром. Если посчитается, что есть время и возможность ответить сейчас, то хорошо. Если нет, то можем на следующий эфир перенести. Итак, Иван Петров спрашивает. Как сейчас преподаются эти страницы истории в школах Германии, Франции, Финляндии и тому подобных отличившихся? И в Италии, например. И как при этом отражается роль СССР и союзников? Спасибо за труд. Значит, ну я не большой специалист в этом. Значит, и могу сказать, что отношение к описанию войны в основном фактологическое. То есть война этих фактов заключается в том, что люди в основном инсентируют на собственное участие страны. Италии, Германии, Франции, США и тому подобное. То есть они больше акцента расставляют туда. Понятно, что немцы очень четко и ясно понять, что они находились на национальной катастрофе. И с осуждением относятся к Гитлеру. В Италии до сих пор очень мощный спор связан с тем, что памятники Муссолини не сносятся. Ведь они стоят до сих пор. И войны, когда изгнали Муссолини. Потом больше не трогали. И они стояли, эти памятники. Но новые памятники не ставят. Итальянское общество просто сомкнулось в этом. Не ставить новые памятники Муссолини. Ну, то есть, проще говоря, они признают факт катастрофы национальной. И описывают это. Французы описывают это в плане, безусловно, акцента на Деголя. О антифашистском действии и тому подобное. Для них это очень важно. И тоже указывают на коллаборационизм Виши. То есть это такое очень фактологическое описание с указанием на национальную катастрофу. В большей степени. Безусловно, США в учебниках указывается на очень большое влияние США во Второй мировой войне и на все-все-все связанные с этим действиями. Безусловно, что на вопросы о СССР остается такой, как бы, одна треть рассказа. Не такого актуализации сильной СССР. Сталинграда не такая очень мощная. Безусловно, кстати, что меня поразило, очень внимательное отношение к потерям. Вы же знаете, что потери СССР и потери, допустим, Китая были огромные просто. И сравнивать их с другими. Это честно указывается. Да, потери СССР были самыми крупными на национальное участие. Вот такое вот описание Второй мировой войны. Из того, что я читал. Игорь, не знаю, насколько корректно историку задавать такой вопрос. Если некорректно, поправьте меня. Все-таки вот опираясь на тот опыт огромный исторический, который накоплен уже человечеством и который известен вам, можно ли ожидать, что Россию тоже ждет период покаяния, признания катастрофы, написания об этом в учебниках? Или мы все-таки особый народ, с особым путем? Вы знаете, пожалуй, здесь разговор может идти вот о чем. Я заметил в истории, начался какой-то период исторический, когда вообще насильственное действие требует покаяния. Любое насильственное действие. Что в отношении внешних оппонентов, что в отношении внутренних оппонентов. Она постоянно требует покаяния. И через это проходят все народы. Как только вы совершили что-то насильственное, извините, вам требуется некое регулярное покаяние. И это нормальное существование в мире. Немцы должны все время вспоминать, что они были в Второй мировой войне основными. Американцы должны все время вспоминать про геноцид индейцев. Значит, в России должны все время вспоминать про 37-е годы. Видимо, будет какой-то период, когда мы вынуждены будем вспомнить про эту историю современные. И, извините меня, извиняться за это. И это превратится в некое регулярное действие. Да, мы будем этому сопротивляться очень сильно. Но еще я повторяю. Любой способ насильственного решения проблем требует для будущего покаяния. Спасибо, Игорь. Спасибо. На этой прекрасной ноте. Такая оптимистичная. Спасибо большое. Мне кажется, рубрика получается просто прекрасная. Я, например, слушаю с удовольствием. Ждем вас завтра. Вопросы и комментарии передадим. Да, обязательно. До свидания. До свидания. До завтра.